привет друзья приветствую вас на канале у меня от зрителей и от подписчиков появилось предложение покажите свои кактусы мамилярии вот эти которые я спасала основной ствол загнил и потом я их месяц больше месяца держала сушила и потом пересадила вот эти детки в разные стаканчики ну и вот сейчас на сегодняшний день вот так вот они выглядят ну вот самый большой здесь у меня посажено три ветки да было и они конечно уже сами все детки дают вот такая странная коряга непонятно какая вот она стояла лицом к солнцу и вот сюда вытянулась а я сейчас повернула вот сюда уже к солнцу но вот эта сторона и она стала сюда прям тоже деток пускать и расти так что кактусы надо обязательно тоже немножечко поворачивать к солнцу вот ну что ребят я теперь боюсь их залить и поливаю редко ну раз в неделю иногда даже один раз две недели вот или если каждую неделю то совсем по чуть-чуть по прям доливая но вот к этот кстати я сегодня полила а эти еще не поливала думаю покажу вам как я поливаю вот и вот ребят но я так думаю влаги им хватает потому что если слишком много влаги они видите бузуют в общем питанием хватает но что хотела сказать по другим например вот этот у меня хороший вот ну надо вот единственное что нужно вот так вот местами сейчас камушек подложу вокруг чтобы хорошо держался вот ну вот ребят вот этот вот например стоит картофельной баночки я еще тогда смеялась баночка за одиннадцатый год и вот она до сих пор еще живая и вот пользуюсь и вот видите они какие-то вот слабенькие и вот этот от тяжести вот стал выворачиваться вот видно земельки маловато сейчас стаканчик легкий и вот эти вот свисают видите дрябленькие дрябленькие но потому что корни почти вывернулись и вот этот я сейчас пересажу ну чуть-чуть побольше в принципе она даже этого стаканчика ему хватает но нужно под скоро ой так я посажу сейчас вот в такой вот посимпатичнее чуть-чуть из-под картофельной баночки выброшу и вот посажу вот в него сейчас его освобожу помою вот и посажу сюда вот такая вот детка висит вообще некрасивая вообще некрасивая не знаю может быть даже сделаю какую-то подпору вот так какую-то подпору сделаю сначала пересадим вот этот тоже баночка из-под картофельного пюре но благородили ее ракушечками вполне себе приличненько смотрится вот было ребят деточка вот вот всего вот такого размера вот так ну вот стала расти вообще было малипуська такая малюсенькая но я вот даже не знаю не передать ну вот 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 такого размера была я посадила она тоже отвалилась а долго долго сидела целый год сидела вот сейчас только стала расти потихоньку растет вот эти тоже три малипуськи вот ну три палки растут но даже вот еще пытаются таких как-то разрастаться ну тоже мне кажется слабовато надо или посадить баночку побольше или подсыпать чуть-чуть земельки или камушков надо их немножечко как бы подпереть вот так ребят тоже надо поливать не поливала сегодня полю так вот еще в горшочке в таком ну тоже вот смотрите длинный растет длиннющий прям не знаю что с ним делать ни рыба ни мясо какой-то эти вот сложил тоже вот сюда тоже слабенький 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 при слабенький но тут земля как колотушка уже надо капитально пролить ну и вот последний тоже из этой же серии вот тоже длинный видите уже валится не держится видимо знаете еще я смотрю тугор теряется наверное воды мало все таки надо было побольше но ничего исправим самое главное не 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 загнивают может быть влаги маловато но зато не загнивают вот тоже как-то разваливаются вот красоты я не вижу красоты не вижу от ни в одном ни в одном вот этот перст мне это больше всех нравится ну вот этот ничего а эти так пока непонятно но растут ну что ребят займешь займусь пересадкой вот этого сейчас я его вытащу аккуратненько сделаю земельки ему и посажу заново вытащила я мамиллярию но что ребят ну корневая какая-то я не знаю но на есть конечно вот весь какая-то она такая такая ну что должна быть слабенько такая-то не глубокая вообще вот ну и что я сейчас на дно я сделала дренаж из керамзита и вот земля такая тоже видите какая она камешки тут немножко речной речная камешки перлитик есть для рыхлости чисто для рыхлости вот так вот и вот эту землю я и оставлю так смешала еще добавила хорошие плодородный чуть-чуть вместе перемешала и все буду сажать немножко засыпаю к основанию и делаем пример очку и сажаем так ребят видите какой вот сейчас ну ладно одной рукой мне неудобно сейчас посажу и покажу вам я пересадила я решила сделать не так небольшую такую все-таки опору сейчас привяжу ниточкой и шпажки сделала ну потому что он совсем валится длинный не держится пока и вот здесь сверху я обложу такими керамзитовыми камушками тоже как бы на корне сделаю дополнительную опору чтобы при поливе кактус от тяжести не переворачивал вот эту вот этот горшочек ну как сделаю сейчас покажу ребята вот как я везде были ямки добавила земли чуть-чуть и сейчас еще добавлю немножечко вокруг камушков чтобы почва лучше не размывалась а при поливе мне кажется в камушках она прям хорошо растет туда насыпаю керамзитовых таких камушков мне нравится из-под них как-то и влага не так сильно испаряется вот немножко а этот тоже обложила камушками и сделала вот такую двойную опорку ну правда страшненько но немножко подтянула вот так чтобы она как бы окрепла и ребят сейчас обязательно обязательно полью хотя говорят что при пересадке кактусы не надо поливать но я вам знаете что хочу сказать они мне и так уже почти подсохли вот уже влаги у них нет земля была сухая а тут еще пересадила так что я сейчас полью чтоб корни там вокруг немножечко как говорится обжались а и надо подкормить вот этот поливала я сейчас еще чуть-чуть у меня с удобрением чуть-чуть здесь много не буду потому что сегодня поливала вот этот вот у меня сухой вот и после посадки поэтому я сейчас его прям пролью их вот желательно кактусы вот пролили дренаж хороший все вышло ведь у меня как бы сама по себе почва довольно таки рыхлой и внизу много керамзита вот пролили и оставляем на недельку на две но это мое как бы лично мнение я считаю что так будет правильно вот все вот видите вода вышла сейчас там она равномерно она обратно уйдет рассосется потому что это через дренаж все вылилось а еще фактически вода то и и не напиталась земля так что сейчас вода это уйдет и все ну ладно и займемся пока другими сегодня я поливаю раствором из верми чая и но вода смешана с верми чаем то есть из червячника именно этот биогумус разведенный в общем с водой верми чаем но можно этими гуматными удобрениями при гумат как-то гумус или гумат они называются в общем в принципе одно и то же так проливаю этому тоже сделала подпорку начал немножко кривиться с одной стороны камушком но вот так все я оставляю так осталось у меня еще два три три так маленький я пересаживать не буду я считаю что вот этот стаканчик еще для него достаточен вот сейчас единственное немножко две три ложки столовых добавлю земли и обложу камушками чтобы ну как поддержать просто сделаю слегка подпорки немножко утоплю земли и пролью так и с этим из камушков сделаем подпор очки ну и все поливаю сейчас пролил вот так хорошо пропитает и теперь недели на две это будет железно это получи какой-то непутевно не вот с этой стороны сразу четыре детки растут я его пересаживать не буду горшок здесь больше чем предостаточно больше чем предостаточно поэтому единственная сейчас пару ложек доцеплю земли сюда такой с камушками пару ложечек и тоже обложу вот видите тут керамзитиком отлично керамзитик сверху принципе немножко вот это земли все еще обложу камушками не сильно крупными и будет нормально просто поливаю теперь водой свои камушки вот полно пусть пропитывается он тоже легкий потому что влаги мало и вот этот вот конечно длинный но обрезать как его я не знаю не буду я трогать его пусть стоит дальше растет посмотрим что у нас вырастет но и остается последний вот тут далее его скорее всего я сейчас пересажу в чуть-чуть в горшок побольше вытащила эту мамилярию я с горшка здесь керамзита больше чем предостаточно дренажа и вот сейчас вот такой серенький горшочек побольше я сейчас его пересажу на дно опять добавлю керамзит покрупнее такое вот соберу отсюда вот насыплю покрупнее а землю уже сделаю вот такой вот тоже как бы рыхлую как для кактусов рассыпчатую насыпала достаточно я керамзиту здесь перемешку с речным гравием щебенкой речной галькой вот и сейчас сделаю примерку и посажу камни соорудила своеобразную опору чтобы подпорки чтобы не выворачивали корни у них такие короткие корни что она прям выворачивают длинные вот эти папки земли но и все поливаю хотят тут сверху и нельзя так плевать мне все прям залила конкретно пусть пропитается вот хотя и камни высоко наложены но они такие как бы дренажные такие все хорошо обтекаемые поэтому ничего страшного вот вот и все вот такой вот рога тулинка и заодно вот эти камушки вот видите тут как бы поддерживать чтобы не валилась так показала вам свою мамилярию вот как с одного куста у меня получилось 6 горшочков ни один не пропал из них которые рассадила ну деток то конечно не дали много но тоже нет смысла сильно размножать их вот но единственное что я не увидела я не увидела как они цветут в этом году они не цвели ну прошел где-то приблизительно год после того как вот я их рассадила и как они растут даже вот этот большой он у меня не цвел вот все друзья на этом все если не жалко ставьте лайки может быть было вам видео это чем-то полезным кто не подписался подписывайтесь и до скорых встреч пока пока а а а Продолжение следует...